Их невозможно победить, черт вы Хоффманы! Я играю уже 3 часа в этот раз. Я даже не буду просить ни лайкать, ни комментировать, ни добавляться ко мне в друзья вконтакте, так как вы уже знаете, что это абсолютно необходимо для победы. Мы же побеждали уже при помощи этих методов. Я не сдамся, я справлюсь! Несмотря на то, что моя психика уже проходит довольно суровые испытания этой карточной игрой, я почти побрился на волосы в какой-то момент. Почему? Я не знаю. Блэйк Джек с Евгеном продолжается! Это седьмой противник из десяти. В обратном порядке, то есть на самом деле это третий из десяти. Четвертый? Забудьте. Не спрашивайте меня. Пожалуйста, никаких цифр! На столе и так дохренища цифр! Ладно, это четвертый или третий противник из множества. И мы продолжаем сражение. Ради вас, друзья! Я не хочу, чтобы Хоффен пришел к вам в ночных кошмаров. Вообще, это может быть как тот монстр из грима, который ночью приходит и пожирает ваши сны своим огромным зеленым ртом. Кстати, вот действительно было интересно, вот последняя серия грима вообще зашла в мотеле, потому что прям вообще... Ладно, давайте играть вообще начнем. Так, у меня тройка и одиннадцать, это четырнадцать. У него может быть восемнадцать максимум. Рискуем? Берем карту. Ох, нет, у него не десятка. У него девятка, значит, максимум. Значит, максимум у него может быть. Если у него там девятка, то у него сейчас двадцать одно. Нет, у него не двадцать, у него двадцать три. И я победил. Смотрите, чуваки, сейчас исправим ситуацию. У меня три одиннадцати десять, двадцать четыре. Но повысим, повысим выигрышную цифру. Двадцать четыре, все, я победил. И может быть сразу бет сделаем? Сразу повыше, сразу победку. Правда, к сожалению, я не могу сразу прям зарядить нормальную победу. Щит, ох, господи, у него щит есть. Че, ты играть с ним будет неприятно. Значит, у него шестерка, у него может быть девятка. Вообще, у него может быть четверка, например. Нет, пятерка, пятерки не может быть. Победной карты быть не может. Получается, победить он сейчас в принципе не может. То есть, у него не может быть победа. Он или он проиграл по-любому. Чтобы победить, ему нужна пятерка. Пятерка у него уже лежит. Значит, я выиграл. Сейчас пас не может произойти. Верей, ничья. В общем, такое дело, что он в отеле. И я не буду спылилить серию, если ее не смотрели. Потому что, я знаю, многие смотрят сериал Гримм. Че-то отшпарили Хоффман. Американное существо. И оказалось, там все прикольно закручено. Потому что все думали, что там дед или какой-нибудь еще персонажа. Или это... Вообще, очень было много подозреваемых. И хочется сказать, что вот серия прям действительно похожа на расследование. В отличие от большинства. Потому что Гримм в какой-то момент начал скатываться очень сильно. И качество сценария, как по мне, упало в какую-то мыльную оперу. Но они очень быстро прям так его подняли. Давайте рискнем. Давайте кинем. Идеальное вытягивание. 11 вытянули. У него двоечка. То есть, ну... И ставку его мы повысили до шестерочки. Ух. Теперь, в принципе, горячо становится. Двойку мы вытянуть не можем. У него двойка. Что же, дед? Можем, кстати, повысить ставку до 27 и восьмерку потянуть. Не, восьмерку у него лежит. Вот, есть восьмерку мы уже тоже не вытащим. Двойку не вытащим. Получается... Ну, получается сейчас только пас, если делать. Потому что... Вот что у него там может быть? У него может быть десяточка. Да, десяточка может быть. У него может быть 20. Давайте потянем время, посмотрим. Просто рискнем. Щит поставил. Лук-то засранец. Еще, значит не десятка. Значит не десятка. А сколько у него-то тройка будет? Или четверка-то тоже может быть. Карта мало. На старшую карту вышли. Вообще, кстати... А, ну я всю двойку хочу вытянуть. Собываю, что у него двойка. Можно идеальное вытягивание попробовать. Но если там нет идеальной карты, мне очень довольно высокая может выпасть. И это уже будет не то, скажем так. Ну можно, конечно, рискнуть идеальным вытягиванием. С другой стороны, вот я даже не знаю. У нас есть обычный щит? Нет, только щит плюс. А обычный. Я просто поставил щит на всякий случай. А вдруг победит. Вероятность-то есть. А тратить как бы карты я сейчас не особо хочу. Хотя с другой стороны я потратился уже на... То, чтобы ему 5 урона нанести. Вообще, в этом есть смысл. Давайте по крупному играем. Делаем цель 27. Делаем идеальное вытягивание, чтобы еще и козырь получить. Четверочка? А почему не выше? Значит, у него там пятерка, наверное, находится? Или... Значит, у него пятерка или... Ну, семерка у нас. Значит, у него пятерка. Потому что девятка много. Значит, у него пятерка. Чуваки, у него пятерка там. То есть... Ну ладно. Ладно. Играем. Играем так. Давайте уничтожение сделаем. Ха, 11! То есть, получается, сейчас... Если он проигрывает, то он мертв. Рискуем. А если мы проигрываем, мы теряем. Да я победил, чуваки. Да! У меня 23, у него 21. Не зря я поднял ставку. Не зря, понимаете? Мы проиграли. Гори, кофе. У меня очень многие друзья ходили по клубам. Мы вообще тусили. Ну, когда в школе учился. И играли в карты. Ну, вот я просил их научить меня. Так как я в картах, ну, таких классических. Вообще, ну, мало что. Господи. Страхолюдно вернулось. Мало что понимаю. Но они все говорили мне, что... Ну, как бы, они тоже не всеми играют так от балды. То есть, они несерьезно играют. Но я видел, что они играют все так. Крайне несерьезно. Все. Я просил, чтобы меня обучили, но толком никто меня обучить не мог. Довольно грустно. Я всегда хотел, но... Мне или отказывали. Говорили, типа, ну, нафига я там карты. Фигня. И... Или... Или просто говорили, что не умеют сами. Вот это грустно. Я хотел, чтобы вдруг какой-нибудь взял, как меня подучил обращению с картой. Черт. Это фармяш. У Кленси аж сердце забилось. Посмотрим, а мы можем выбить какую-нибудь крутую карту? У него может быть 11 и 10. У этой твари, как вы знаете, очень... Ну, она чувствительная. Она не любит проигрывать. Может быть 11 и 10. Но это у них 21. Мы это не узнаем, пока, кстати, карту не потянет. Потому что, губцы должны 11. Ах, давайте, где смеем у нас еще. Маленькая. Маленький показать. Цель 27. Окей. Проклятие. Сбрасывает все ваши козли случайным образом и заставляет противника вытянуть из кого-то карту с наибольшим номером. Нет 11. У-у-у. Да, у него ведь есть такая способность. Мы, кстати, ее можем вернуть. Значит, у него не 11. У него 9 максимум. Получается, у него 20. Может быть, сейчас. У-у-у. У него 10 и 1. У-у-у. Что же делать? Что же делать? У-у-у-у. Что же делать? Потому что мы сейчас проигрываем. Нужно что-то предпринять. Нужно цель. Я хочу сэкономить цель 20. Сделаю возврат. И призыв. 9. Нормально. Значит, у него 8. Ну, должна быть или. У него не 8, значит, 7. Может быть, 2. 2 быть не может. Единица тоже. Значит, 3. Значит, он проиграл. У него не может быть ни единицы, ни двойки. Значит, у него 3. Минимум. Четверка тоже быть не может. Значит, 3 или выше. Скорее все, 3. И у него 22 очка. Ну, значит, нам ставить... Ну, ему поставить нечего, чтобы увеличить как-то урон. Вырастает. Потому что я пацану. Тоже пацан. Ух. Что-то. Смирно. Такое ощущение, кстати, что мешок ему просто пришит к шее. А не одет на него, если честно. Кстати, мы же видели, как кто-то из людей превращ... Ну, это, типа, первая стадия превращения в монстры. То ли это неудачный монстр. Он опять фокус выкинул. Чет. Получается, он мне карты поменял опять. Которые козыри. Давайте прочтем. Я что-то не понял немножко, что мне дали. 3 козыря. Пока я козырю на столе, ваш стап повышается на 1. Ну, в принципе, мне все равно. У меня и так, и так был 1. Так что, ничего не скажу пока. Восьмерочка. А давайте рискнем. Давайте восьмеру выйти. Посмотрим, что это даст. Восьмеру, во-первых. Восьмеру вытянули. Во-вторых, бет. Вот будет неприятно, если у нас ничья сейчас не будет. Уничтож... Постой. А, у меня выпала карта уничтожения. Я могу уничтожить, но... Нет, ничего не даст. Мы пока не знаем, сколько у него. Проклятия, сброси ваш козы. Оу. Ууу, парень. Надо экономить карты, которые позволяют нам. Скажем так, возврат делать. Но у меня, правда, только одна. Давайте ее сэкономим и просто делаем уничтожение. Постой, это не отменило. А, черт возьми. Да, это было сейчас глупо. Ну ладно. Бросай. Пасую. Пасую. Не отменила карту. Пришлось использовать две. Ха! Парень. Ты сгоришь. Я тусил довольно мало, когда в школе учился. Ну, мы снова, потому что я за ним... Я или... Я там видео еще не записывал. Я или хотел прийти домой отдохнуть после всякой там учебы, домашек и прочего. Или сериала посмотреть. Поэтому я в клубы не ходил. Так в клубах скучно было. Реально, хочешь каждый день такое уныние. Самое забавное было то, что мои друзья со мной соглашались, но продолжали в клубы ходить. Ну, они ходили ради того, чтобы там иногда было что-то веселое. Иногда действительно были очень веселые моменты. То есть, бывало там кто-то то ли наркотиками нажрется, то ли еще чем-то. И творили безумство. То есть, там мог кто-то выбежать из бара, махать руками, орать или крутиться. Ну, по-моему, это явно там, знаете, как в фильмах всяких продавали с какой-нибудь хрени. И чувак там потом угорал. Упарывался, а потом стал героем ютуба. Хотя у нас, по-моему, не было там ни одного героя ютуба. Это было довольно грустно. Хотя я снял одного. Кстати, может быть, запись найду на телефоне. Правда, я поздно начал снимать. Там уже самого интересного не увидел. Один раз только попал. Мы висели. Вот меня как-то не везло. Я всякая в клуб не ходил. Там жесть была. Как вы думаете, семерку или двойку, если сбросить, мы выиграем? А дайте риску. У меня карту много, в принципе. Вот таких вот для призыва. Так, у него, значит, семерки и двойки нет. Мы это точно знаем. Что может быть? Одиннадцать? В чем бы и нет. Тройки тоже быть не может. Значит, у него там два или один, что дает ему 18 или 19. Или же четыре, что да. Нет, четыре быть не может. Пять тоже быть не может. Значит, у него там двадцати одного быть никак не может. Ну, мы победили, получается. Я, значит, щит ставить не буду. Потому что, понимаете, если он выиграет, то... Нет, он выиграть уже, опять же, не может. У меня двадцать одного. у него больше повезло вот не об это нет очень хочется бэтменом уже его кинуть и обыграть а теперь есть мои молитвы услышаны спасибо хидаю консиба хочу вырасти стать кодзимой у как идеально постой нет нет не идеально вообще хреново на самом деле меня 24 может вдруг может мы поменяемся небо минус 4 очка как раз пригодилась а извини парень сегодня твой день надеяться будем надеяться очень сильно потому что иначе не минус один будет пасует тоже черт возьми повезло чё-то возьми хожу полезную ножа полезную бритовки надо кстати патт кстати сейчас можно кинуть идеальный момент идеальный момент чтоб кинуть бэд 18 так окей рискуем кидаем бэд просто между но потерять из играем если будет ничья превращение козырей ну давай капец в нем превратим наши козыря уничтожение люблю эту карту ну как бы она по сути идеально в этом плане карты 5 ну нормально хорошо поменяли козыря в принципе самые годные мне так и так оставили сейчас может быть победка у него получается не 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 у него получается 6 над это день этого мало а что если мы еще карту применим просто чтобы добить давайте рискнем как бы евген идет ва банк у нас есть троечка давайте тоже рискнем закинем ее тройку у него нет тройки у него может быть девятка этого все равно мало для победы семерки быть у него тоже может девятка возьмет или меньше он уничтожил он себя конечно повысил и мне по 11 у него быть не может и он пас делает серьезно и он пасует то есть он пасует при том что у нее он победить сейчас не может в принципе меню как не можем испортить малину в принципе нет сейчас но я выиграю просто не так и хотел я победил на не так и хотя бы эти обиду как и выигрыш на не так еще один или два раунда опять же щит счетовые карты нам пригодятся в будущем если вот под самый конец у нас начнутся проблемы тяги 3 козы при этом 3 козыря от мы не знаем как какие-то типозы всю штуку сбросить половину ваших козырей вытягивает оптимальную карту как вот так ух то есть есть я сейчас проиграю у него там тройка значит скорее все получается да у него 11 7 тройка наверно я тоже могу вытянуть оптимальную карту друг не могу у него семерка как мне так сыграть давайте не будем рисковать уничтожим скручиваем до единички если что мы уже не обкакаемся превращение щит уничтожение карта 6 что же делать как же быть то есть выиграть мы не можем никак не можем выиграть у него скорее всего 21 даже не скорее все я абсолютно сто процентов уверен что у него 21 значит мне нельзя проигрывать с другой стороны может ему уступить с другой стороны может не надо ладно диску 27 вставки повышены тянуть карту щит спасибо двойка этого мало еще троечку выпало значит у него там не тройка была значит не тройка значит я мог выиграть ну значит я зря все это провернул я мог убедить понимаете но опять же откуда я знал куда я мог знать и откуда правильно восьмера небо еще тройку но тройки не будет двойки тоже тоже пасует значит парень не но мы выиграли у него постой не у него может быть больше тройки значит если у него единица то хорошо но если больше чуваки я боюсь я поставлю щит я поставлю щит значит 0 если я проиграю не будет ничего плохого так как тут такое вот черт я выиграл да получается чертов хох он заставил меня у него была единица все это время то есть могли выиграть раньше без потери двух козырей оставшиеся противники 5 опять блин опять такой маски я думал новый какой-то будет интересно кто будет последним я очень хочу видеть последнего я почему-то думаю что это будет лукас я очень хочу видеть лукаса последним противом или джек или или итана или мию или дезоя тоже нормально пойдет посмотрим на нее вблизи игра давайте что если вся вселенная сейчас будет против меня что если мы все-таки умудримся проиграть может быть все что угодно меня все-таки напрягает что у меня шестерка меня это очень напрягает с другой стороны призываем карту 9 я хотел 11 у меня 82 и 9 значит счастье каждый игрок вытягивает по козыре у какой добрый парень нервится эта маска с руками офигенно каждый игрок по козыре вот это шето сдвиг парадимный плюс противник теряет все козыри в конце раунда карта удаляется если противник до этого использовал 3 козы а ее можно убрать я не хочу терять все козы я убрал вот что значит уничтожение в кармане можем поменять карту но у него троечка тройка многовато для меня рискнем или не надо что у него может быть за карту у него может быть 9 до 9 быть не может кстати у него может быть 10 может у него до 19 11 тогда у него 21 и тогда как неплохо становится дайте щит используем не будем как бы рискнем на место рискнем проигрыш еще у нее не 11 значит может ли у него быть 5 или 4 может быть может быть у нас этих карт нет мы их не видим рискнем посмотрим сейчас еще попросит пасует он может победить да он победил блин почему я радуюсь чужой победе ладно возможно он победит возможно ух какие стать плюс 2 я никогда так сильно не любил карту тот момент когда японцы переизобрели карты заново и тебе стало это все нравится каждая игра подтягивает покой все таки японцы они могут я обожаю все таки японские игры кстати очень хотел играть в kingdom hearts но к сожалению не получилось я посмотрел у одного то ли японского то ли американского ютубера kingdom hearts чуть-чуть посмотрел узнать как поиграть самому хочется но это игра не для россии конечно опять это сбег парадигм плюсов вечно он кидает эту карту что других карт нет сейчас все таки этот мешок с руками меня напрягает мне нравится больше обычный ховку но он играл как-то приятнее если как я понимаю в конце раунда это при любом раскладе все козыри от карт удаляется против этого использовал три козы противника то кто то есть я использовал три козы но я до этого вроде три козыри использовал ну ладно давайте то используем их по максимуму выжмем все соки из наших козырей цель 24 отлично тянем карту шестерка пойдет у него 5,7 значит 5,7 нам никак не получить у него есть 11 например какой результат 22 если 10 то то нет поставить 11 23 если если 10 22 если 9 9 у него быть может то 21 и это нам не это нам вообще не подходит еще 10 значит опа на отлично вопрос в том а сколько у него мы же не знаем вдруг мы сейчас потеряем козырь может быть нет ну мы рискуем проиграть если бы 24 то есть вот такой шанс что мне тройку никакой ну образно наражаюсь ну в принципе щит мне не нужен так как я победил давайте не будем кидать оба козыря давайте не будем один сэкономим ну да победа у него 16 я все время схожу из позиции то что он выиграл к сожалению я теряю все козырь удаляет последний козырь черт возьми да теперь теперь не покозыряешь козырями что делать как быть у меня у меня 5,4 у него 6 и хрен знает сколько 11 может быть 17 давайте бросим карту бросим карту 2 2 хорошо пусть будет 2 дай мне еще интересно откуда кстати он этот стол взял линшуа рэнс что там какой то это походу это кстати из корабля стол для блэджека взят потому что там же и каюты были как я понял что это такой был элитный корабль то есть это не просто покататься ну 11 у него значит сколько у него может быть 11,6 по сути мне кажется у него больше там сейчас будет у него вряд ли 4 потому что 4 у меня то есть победительное оружие может у него или меньше или больше с другой стороны как вы думаете рискнуть или не надо то есть то есть мне хватает 3 представьте ну у него там больше единицы если единица то это ничья еще тут за эти без козырей как плохо стало играть рискуем черт как же нет заклик ах ты черт ладно да надо было чуваки надо было не рисковать что я не могу это что я не могу это что я не могу это это друзья немножко расстроен но фух превращение козыря спасибо спасибо за столь щедрый подарок ковком огромное спасибо счастье ура спасибо за козырь знаете тот момент когда ты радышься что противник вытянул о еще один да огромное спасибо смотрим что заменяешь мои козырь сука ты их отобрал теперь ты их раздаешь что за козырь а он получил козырь окей использовал мне не написались представьте если бы мы не знали какие козыря он использует цель 24 плюс 2 и цель 27 отлично вот эти вот все теперь теперь играем теперь игра серьезная идет восьмерочку на стол пожалуйста мне это не нравится еще давайте пусть он еще повысит блин пасовать не хочу потому что понимаете сейчас я пасаню он пасанет и начнется давайте возьмем пока усиление плюс 2 еще плюс 2 ух ну что как думать по крупному сыграть давайте по кругу играем по крупному лет сплей кидаем дональда трампов на стол кстати козырь по английски трамп и есть дональд трамп то есть понимаете это козырь давайте узнаем у него двойка или нет я не хочу проигрывать потому что мы его сейчас просто убьем так у него двойка все понятно иначе бы мне было двойка значит у него двойка у него 18 плюс 2 20 семерка ему может стать и выпасть и так да ну получается нам хана став каратинка увеличит на количество козырей которые у него есть не но он проиграл чуваки он проиграл у него двойка раз не двойка не выпал должна быть у него так что пацан хоффман я знал что у него двойка прощай хоффман ты задрал уже своими пузырями пузырять злого хоффман уже уже четыре мне казалось мы только на шестом где-то чувствую мы добьемся своего отличный козы кстати какого хрена ему 2 черт возьми это вообще на кожаное лицо чем-то похож не знаю почему но именно я его увидел сразу подумал то чертова кожаное лицо мы кстати смотрели техаску любит за пилой учился универе с продюсером одним типа как знаете для ознакомления у нас многие не смотрели оригинал смотрели только ремейк но оригинал кстати жесткий во всех смыслов жесткий идеальное вытягивание как вы думаете мы хотим рискнуть у него пятерку у него девятка что мешает ему иметь двойку своей колоде что и что мешает нам сейчас взять и проиграть обкакаться из удара током ничего не мешает опа еще возврат и давайте рискнем если что возврат сделаем это другой страны такая карта которая довольно ценная даже не знаю не давайте идеальное вытягивание да у него нет двойки но зато мы не знаем как у него карта нет без затон без затонов затонут из сталкера место сделали бы они новую группа сталкера казаки это конечно хорошо на сталкер я знаю я не играю в сталкер я знаю что у меня на канале нет видосов по сталкеру ну кроме нескольких прохождений старых сталкеров но сталкер крутая игра то есть я немножко даже жалею что как-то не играл в я не знаю как то времени не было в прошлом году как-то не до стулкера было вот я сейчас выйдет крутой мод новый я обязательно поиграю если что если выходят новые какие-то крутые моды к сталкеру можете скинуть там и как бы в комментики сюда и мне в личку в к лучшую комменты в комменты лучше плюс 2 вытягивает один козы после нам пока это карта на столе водки это стандартный стандарт 4 с плюсом нечет такие плюсовые карты у нихрена чертя зонгу нихрена он играет он решил меня убить какие у него тройка двойка четверка и пятерка прям математика целых девять и десять давайте у меня быть не может у него может быть там все что угодно чуваки у него может быть шестерка может может быть 7 может быть он может сейчас победить понимаете мне это не нравится у меня от этого скажем так немножко горит ну двойку бесполезно сейчас тянуть потому что в тройку принципе тоже блин может 24 поставить цель 24 но звездами сегодня выиграем потому что нужна шестерка пацаны понимаете если мы сейчас проиграем то это все это конец понимаете это вашей головой думаете сейчас надо шучу не буду как давидач говорит давайте тебе десятку вернем и запросим другую карту мне очень страшно с десятками играет очень страшно сейчас десятки хочу увидеть какие карту него нет если честно к ставку на старейсе вы уже набрали став проник увеличивается ни хрена у меня 28 то есть я сейчас считай труп представьте здесь бы был 28 я просто превращал в пепел не может быть 6 не 6 у него быть не может значит 7 может быть черт меня вот это вот очень сейчас пугает понимаете у него может быть семеро давайте играем дальше идеальный вытяну десятку это вот эту сейчас уже не очень вот это сейчас уже чуваки вообще вообще не камильфо это не камильфо что сейчас происходит я боюсь немного 24 с другой стороны если у него тоже перебор что я побаиваюсь чуваки понимаете сейчас все мы мы проиграли практически я не знаю что делать ладо была не было проиграли так проигрывать так с музыкой у него может быть 11 карта 11 мы на столе не видели я разочарован в себе я проиграл я вам слишком неосторожен у него была семерка его было не обыграть парня и это это был неравный бой это был неравный бой и но черт я разочарован в себе цель 24 посмотрим какие награды мы заработали но получается никаких серьезных новых никаких повторить да повторяем попытку с какого гостя начнем награду нужно заслужить если тактика против вам не позволил попробовать получить награды из списка наград новая тактика полагающая победить думайте как противник это зависит будет он чуть или воздержит такого да я понял про наблюдение про козыри тоже знаю 10 врагов то и все сначала серьезно все сначала тот момент который разочарован тот момент когда ты вы думали что я сдамся хрен там я играл два часа два часа я пытался выбить дурь из этих хоффманов я снова на четвертом и я выбью дурь из хоффманов и на тассме больше везло как видите мой счетчик находится ниже карту меня лучше и меня сейчас вот везет понимать уже дважды кстати 11 10 выпала ваще везучий пацан мне кажется здесь бывает иногда так чтобы тебе просто везет пойти просто карта прет как говорил бурбон из метро 2033 интересно к и там 2035 запилят говорят слух то есть что запилят но вопрос там когда можно и 3 кстати анонсирует кто их знает этих разработчиков в этих засранц не за скидывать бэт или нет а давайте скорее убьем скорее в принципе счастье обретем пас я проснулся кстати четыре часа дня и наконец-то проснулся карту с 4 ожил плюс 2 окей нормально пасуешь давайте подумаем а он может победить принципе да не то есть десятка 11 у меня у него может быть 9 это 20 то есть он уже проиграл чувак извини мне жаль почти угадал на одну цифру махнулся и трояк сразу получил типа вот представьте вот этот три пальца этим глаза выкалывают вот пример тоже самыми сделали с ним я хочу увидеть последнего я хочу видеть последнего понимаете я хочу узнать кто самый последний засранец здесь я просто думаю должна же быть награда понимаете но не может быть так достижение об этом быть что вот мы сейчас выиграем и на просто скажут окей молодец за помню даже достижение полагается хотя не помню хрена не помню я смотрел вчера или позавчера или когда-то там так что у него есть двойка шестерка десятка одиннадцать вот хрена узнает может у него есть такие десятки 11 давай хит ми у вас с вами как повезло пасу это я если не 11 там на 19 мы все победили то есть тут тут как не крути как там было в рекламе сока рич жизнь классная штука как не крути тот момент когда ты начинаешь не просто играть в игру хорошо ты понимаешь что игра для тебя готовят цель 24 у нас нормальные карты вообще у меня кучу карт на уничтожение правда нет ни кучи их было куча осталось не 2 2 больше чем нужно как бы больше одно это уже хорошо эти риски есть что всегда можно у меня но мы забрали как бы дорогую карту хорошо нас 10 и 11 то есть мы как-то уже знаем что прям совсем жести не будет может поменяемся если 9 взять это будет 24 а давайте так сыграем вас как раз карта по спасибо за карточку те 11 подогнал у него сколько значит может быть действенно с 11 у него 8 может быть например 22 тоже неплохо ну или ниже потому что посмотрим в оба готова а баф тут это нельзя ну и вот по одному то конечно долго играть еще за что ее не 8 у него может быть 4 то есть кто или 2 кто же узнает то есть сейчас может быть по давай секваться ну пусть будет ну 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 давай давай хочу я он все так тянет это у него больше было да это неожиданно я прям в точку попал по идеальное вытягивание я еще пару достижений выбил как играл без записи я вырезал все что вам не стоило видеть этот под слезы играть хотя я параллельно смотрел видео на втором мониторе знаете чем хороши давай парень у него какие карт 243 8 много карт люблю к много карта за понятно какие карты тебе не достанутся можем 11 получить а если шанс вас получить четыре пятерочку есть кстати запросить ну и смысл семерку просить тоже не милик а вот и теоретически запросили серв 20 можно так сыграть можно а если поменять ну то будет у нас 18 на 21 ну чё то это такое конечно этим ним на есть не 11 о оде единичка хотел сказать одиночка пасует у меня четверки что ли не четверки быть не может дать подумать у него сколько единицы у него нет войти треки тоже она уже лежит четверочка тоже отсутствует дальше 21 у него не будет у него будет 22 получается что я могу сейчас давайте еще раз проверим я не знаю может быть у меня с угловой что-то пятерочка вот есть у него есть пятерочку как бы там так как другого быть ничего не может ниже значит у него будет это 22 ну нормально давай 5 проиграть час это смерть нормально а еще один идеальный вытягиваем они пригодятся потом ну всегда все пригодится пока идет дело хорошо пока мы видим причем видим отмена ну 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 ладно нормально шестерочка выпало плюс 2 карта ну окей нет в колоды в колоде а потому что она у меня у меня такая карта семерый мубат вот четверочка как вы думаете есть шанс или или риск семерку не признать можем поменяться кстати если сейчас у поэтому чаще надо запрашивать карты потому что по возможности запрашивать плюс 2 он сам бьет плюс 2 то есть он бьет с расчетом что он сможет так серьезно мне жизнь напортить еще плюс 2 получается какая карту него может быть у нее может быть там двойка что дает ему восемнадцать тройки у него быть не может четверки быть не может пятерки быть шестерки семерки восьмерки будем девяточка у него значит там или двойка который дает ему восемнадцать что нам не на руку получится патовая ситуация или выше если выше то все карта на столе то будет девятка то он проиграл я почему-то чувствую что сейчас у него там двоечка я чувствую у меня есть так как ну тебя есть заменить карту для верности понимаете чтобы не патовая ситуация чтобы еще и выиграть изменить вот у меня место прибавим 3 о как раз как раз как раз опа стопроцентная обед и стопроцентное поражение для него я угадал двойка что он как-то съела карта была девятка 27 нормально мы играем сейчас отмена вообще идет идут за хорошо не 6 менять и плюс 2 отлично плюс 2 еще хорошо ты уверен у тебя что там 11 у него 19 мы сегодня рискуем ничем шестерочка ну я бы семерку стать запросила по сути страну это 11 значит должно быть у нее или 10 то есть это это 19 или 18 нам мало это нам надо больше но мы рискуем можем мы можем нас как бы есть всеми семерку как всегда пасуешь значит дай-ка подумай может мы поменяем с тобой если эти семерки на ултанька и гарантии нет может быть отменить ее и сделать идеальное вытягивание как думаешь да от меня дать идеально это было значение то а окей давай пойдет идеальная четверка значит что у него там может быть давайте подумаем просто на всякий случай единица но единица это плевать он бы так потянул карту то несколько и все что-то высокое девятки у нее то не десятка один сможет быть это как я уже был 19 или или 18 все больше то есть или подчас будет что тоже нежелательно конечно стану почему пятерка не выпал пятерку у нас есть шестерка много по 3 6 у него му а шестерку него ну да мне кажется давайте вообще можно попробовать сейчас побольше пик нет не получится очень давайте давайте так сыграем как бы хочешь как лучше но я чувствую лучше она так и знал здесь ему 24 сделали все равно не факт что мы убедили можно проиграть бы так то я хотя бы знал что при любом вас раскладе плохо мне не будет шестер давай семер ну опять это семерка поганый он еще столько зрителей понимаете то есть если я проиграю это все это конец игры он очень много карт набирает ну что значит плюс 20 у дайка прочитаю что плюс 2 пока эта карта столе если вы набрали став противник увеличивается на 20 ух а это неприятно как бы нам сейчас уровень уравнять всю эту ситуацию нас какие карт настали 973 4 5 4 5 двойки единицы шестерка есть восьмерка тоже настали получается у него может быть или десять там если у него единицы скорее всего у него единицы пара как думать давайте поменяем ему малину сделаем малина проиграл он скорее всего карт скинуть не сможет у них не бывает скидывания хотя бывает ночью очень редко теперь у него сто процентов больше я думаю может мы ставку ему поднимем мы можем кстати а есть ли смысл он опасный игрок есть ну возврат все победа победили и победили осталось трое соперник оставшиеся противники уничтожение удаляется ну нормально ему кнут козырей сколько она дауна с нуля игра как будто бы мы-то знаем что им просто переодели мешок на голову ух смелый игрок что же чуваки а смелую игру мы продолжим в следующей серии всем спасибо за просмотр осталось буквально три человека три засранца три хоффмана которых надо победить добить и это третий осталось еще этот и еще два и все финал ли финале всем спасибо за просмотр не забывайте оставлять лайк подписываться на канал также подписывайся по ссылкам там внизу на меня на группу вообще на все что угодно можно и я буду очень рад всех добавляю в друзья всех рад видеть всем пока